Слава Господу! Слава нашему Богу! Благодаря Господу! Благодаря Господу! Пусть Божье благословение будет на каждом из вас, на ваших семьях, за то, что вы так верно ходите в церковь. Будь Господь действительно наполнит ваши дома своим присутствием. Независимо ни от чего, кто куда, а мы в церковь. Аминь. Кто куда, а мы в церковь. Это очень важно. Каждый приходит к своему отцу. У нас есть один хороший брат. Однажды он сказал такую интересную фразу. Так мне понравилось. Он сказал, «Люди говорят, что мы произошли от обезьян. Ну, каждый в воскресенье пускай идет к своему отцу. Вы идите в зоопарк, а мы пойдем в церковь». Это очень метко, да? Каждый приходит на встречу со своим отцом. Если ты произошел от обезьяны, то идешь к обезьянам. Если Бог тебя осуждал, то ты приходишь к церковь. Поэтому, когда ты приходишь в церковь, ты всему миру показываешь, кто твой отец. Пусть Господь благословит тебя. Тот, кто в интернете следит за нами, ты все дома тоже показываешь, что твой отец. Если у тебя есть возможность сходить в церковь, не выпускай эту возможность. Пусть Господь благословит вас. Сегодня. Буду говорить с вами, но больше буду говорить другим. Вы не против, да? Есть одна тема, которую я хочу затронуть. Потому что, знаете, в последние времена христианство превратило что-то такое, вот старую сказку какую-то для людей. Средство управления толпой, как они любят говорить. Что-то древнее, отсталое. Но они говорят, как это еще ничего. Но знаете, в чем проблема? Когда христиане хотят показать, что нет, мы не отсталые, мы не древние. Мы нормальные, мы хорошие, мы как вы. Христиане хотят войти в их моду. И любой ценой хотим показать этому миру, что мы такие же, как они. Нет, мы не можем быть такие, как они. Они должны смотреть на нас и понимать, что ты странный. Если они не видят эту странность, то что-то не так. Наши стандарты, их стандарты отличаются. Ты для них должен быть таким вот отсталым, странным человеком каким-то. Они так думают. Потому что у них другие ценности, у тебя другие ценности. Ты не можешь по этим мирским ценностям двигаться. К сожалению, многие люди стараются сейчас так. Многие христиане стараются показать мирским, что мы не особо отстаем от вас. Пытаются сделать все, чтобы быть похожим на них. Даже церкви заболели этой болезнью. Церковь превращает в какой-то ночной клуб. Эти песни, эти голоса, эти рок, не знаю, еще что-то, чтобы показать миру, что мы современные, как вы. Проповедники поднимаются на сцену в рваных джинсах, для того, чтобы показать, что они современные. Мы такие же, как вы, возлюбленные. Человек не может быть современным. Церковь не может быть современной, потому что церковь зависит от Господа. А Бог вне времени. Знаете, что означает современный? Что у каждого времени есть своя позиция, свое положение. Сто лет было одно, четыреста лет назад было другое, но Бог вне времени. У Бога позиция неизменна. Он вечно, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен. Человек и церковь не может быть современной. Церковь должна быть боговременной. Не современной, а боговременной. Ты тоже должен быть не только современным, но еще и быть боговременным. Поэтому нам не нужно быть похожим на них. Но сегодня я хочу говорить не о нас. Хочу немного поговорить о них. Они думают, что мы отсталые. Начну читать от Иуды, 1 глава 18 сиха. Они говорили вам, под конец появятся насмешники, следующие своим собственным неблагочестивым желанием. Иуды говорят, что будут насмешники в последней ней. И мы сейчас живем в это время. Сегодня более чем всегда церковь высмеивается. Знаете, 100 лет назад, допустим, даже неверующий человек не смел говорить что-то про Бога плохое. Я помню, что лет 50-40 назад, когда я говорил что-то плохое о Господе, моя бабушка, знаете, как реагировала? Она удивлялась. Она говорит, как ты можешь так? Как можно себе позволить? Еще 40 лет, 50 лет назад, люди, знаете, вот этот уровень мерзости и греха останавливала вера. Но сегодня вера, как никогда раньше, начала высмеиваться. Начали высмеивать веру. Потому что нас считают что-то, ну, прошлым веком. Мы отсталые, древние. Вот сегодня я хочу Хочу сегодняшнее слово посвятить специально нашим современным ведущим модным мирским людям. Потому что они думают, что они впереди нас. Они впереди планеты всей. Ну, скажу тебе тоже нечто важное, чтобы ты тоже взял для себя. И я больше буду говорить в сторону экрана, для того, чтобы их достигло, нашим модным людям. Назову несколько фактов из книги, из Библии, из нашей книги. Посмотрим, кто из нас отстал еще. Мы или они. Посмотрим, кто более модный. Слава Господу. Скажу вам так. Мода и развитие всегда на шаг позади Бога. Всегда она позади Библии. Куда бы ни шла эта мода и развитие, она всегда станет от Библии. Я сегодня назову несколько фактов. Смотри. Они, то есть вы, модные люди, вы только 500 лет назад поняли, что Земля круглая. 500 лет назад случайно поняли это. Когда шли-шли, оказалось, они могут по кругу пойти. Поняли, что Земля круглая. Знаете, где это написано? 2800 лет назад пророк Исайя написал такие слова. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания Земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом Земли. Смотрите. 2800 лет назад Бог уже в Своем слове сказал, что Земля круглая. Бог восседает над кругом Земли. Они 500 лет назад только поняли об этом. Знаете, как я назвал сегодняшнюю проповедь? Отсталые. И это не про нас. Слава Господу. Я сейчас просто в нескольких фастах хочу рассмотреть, кто из нас отсталый. Смотрите. Тысячи лет этот мир, знаете, что думал? Они тысячу лет думали, что человечество что вот эта Земля, эта планета плоская и она восседает на трех слонах. Ну, кто-то думает на трех китах. Рыба, кит. Что она плоская и оседает на трех китах. И только недавно поняли, что Земля что? Что Земля шар, но и она висит в воздухе. Только недавно поняли это. Отсталые. Знаете, когда Библия об этом сказала? Прочитать? Четыре тысячи лет назад Библия сказала это. В книге Иова Иова 26.7 Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Понимаете, да? Бог говорит, что повесил землю ни на чем. То есть он ни за что не держится. Он висит в воздухе. Четыре тысячи лет назад Бог уже сказал об этом. Они только открыли это. Еще мы отсталые, да? Это только начало. Мы сейчас пойдем дальше. Смотрите. Эти однополые решили выдумать для себя знак. Радугу. Они думают, что это их знак. Отсталые. Бог уже пять тысяч лет назад придумал эту радугу. Пять тысяч лет назад. Это знак завета Господа. Знаете, что говорит Библия? Бытие 9 глава. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мной и между вами, и между всей его душой живую, которая с вами и в роды вашей. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между вами. Он говорит, что я ставлю знак завета, что если еще раз захочу сделать потоп, чтобы я увидел это знамение и остановился. И с того дня до сих пор не было ни разу потопа. Мы называем наводнения какие-то потопами, но это не потоп. Бог называет про потоп. Он говорит про всемирный потоп. Он говорит, что когда вы меня доведете, когда я скажу опять достаточно, довольно, знаете, наверное, тысячи раз уже довели его. И каждый раз, когда он видит знак завета, он говорит, все, ладно, достаточно. Вы понимаете, да? Они взяли знак нашего завета и выдумали для себя знак завета новый. Знаете, Бог, у Бога есть свой знак завета для своего народа, а у дьявола есть свой знак завета для своих геев. У каждого свой знак завета. Просто разница, знаете, в чем? Наша радуга на один цвет больше. Дьявол, знаете, настолько примитивный, даже не может нормально копировать. Когда эти однополые лет 70 назад хотели выдумать свой знак и хотели сшить свою радугу как свой флаг, они не достали один синий цвет, и они сделали на один цвет меньше. Представляете, возлюбленные? У них на один синий цвет меньше, так что не бойтесь. Радуга тоже наша. синий цвет меньше. Смотрите, это они странные дизайнеры хотят диктовать моду. Там шьют одежду из кожи, хотят одеть людей, говорят, это модно. Знаете, хочу вам сказать нечто важное. Первым дизайнером одежды был Бог. Хотите, прочитаю? Я прочитаю. Питер 3.21 «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Отсталые. Вы видите, что здесь мы тоже переди вас? Бог первый создал одежду. Вообще, дал течение этому явлению одежды. Он шил, сделал кожаные одежды и одел своих детей. И вообще, в целом, если разговор пошел об одежде, скажу вам более возоблиной, современные дизайнеры не смогут придумать одежду, которая сравнится хотя бы с одним цветком, который сотворил Бог. Хотя бы вот с одним цветком сравнить. Помните, да, что говорил Иисус в Ангелии от Луки? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Видите, да, насколько заботливый небесный дизайнер. Даже цветы одевает. И знаете, в чем разница? Вот, знаете, их современной моды и нашей. Вот цветок, который одевает Бог, тысячи лет уже один и то же, и он не надоедает. А их дизайн каждый год надоедает. И они даже поменяют, чтобы люди опять захотели иметь это. Разница в этом. Бог создал такой дизайн. Он говорит, что Соломон, который был один из самых богатых людей, он вместе со своими всеми дизайнерами не смог создать такую вот одежду, чтобы она была красивее, красивее цветка, которая через день просто может испортиться. Давайте посмотрим, кто из нас еще отстал. то, что сейчас у них модно, знаете, 2700 лет назад было модно. То, что они считают, сейчас вот они так современные. Исаии 3, 16, смотрите, что говорится. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменные, и ходят, подняв шею, и обращая взорами, и выступают величавой поступью». Чувствуется, да? Говорят вещи, которые уже давно происходят. И потом отмечают, что они одевают. Цепочки на ногах гремят, перстни и кольца в носу. Знаете, модус для себя придумали. Они говорят, мы продвинутые. 2700 лет назад Бог уже говорил об этом, что это уже не модно, но уже все, в этом нет ничего хорошего. Так много всего, я уже по очереди пройдусь. Они выдумали новую программу, такую систему, такая, знаете, чтобы на Земле остался 1 миллиард человек. Наверное, слышали об этом. Сейчас 8 миллиардов, они хотят, чтобы остался 1 миллиард. Отсталые они на самом деле. Называют золотой миллиард. Знаете, Бог уже давно сказал об этом. Давно уже. Открывайте книгу Откровений и читайте. 1900 лет назад Бог уже сказал про этот золотой миллиард. Из 8 миллиардов уже 1 четвертая умрет от голода, меча, от диких животных, моровой язвы. Останется 6, потом 1 треть умрет, там еще 2 ушло, потом начнутся ужасные дни, китайская резня начнется, миллиард человек умрет, потом Вознесение будет, наверное, человек, ну, миллиард человек, но потом остается миллиард. То, что уже Бог давно сказал. Знаете, просто в чем разница? Эти отсталые, это элиты этого мира, знаете, что они думают? Они думают, что они своей элитой останутся и будут наслаждаться землей. А знаете, что говорит Библия? Это миллиард останется. Но когда ты, верующий, вместе с Иисусом придешь, в тысячелетнем царствовании будете царствовать над ними. Они думают, что они будут наслаждаться землей? Есть одна разница. Они будут смертные, а вы в прославленном теле, потому что со Христом придете. Потому что вы будете со Христом. Понимаете, в чем разница, да? Насколько они отстали от нас? Они еще нас называют отсталыми. Смотрите, хотят чипировать людей и думают, что это прогресс. Отсталые! Две тысячи лет назад об этом уже Бог сказал, дал информацию. Открывайте Библию и читайте. Знаете, в 1993 году люди отправили зеркало с диаметром 20 метров в космос. А в 98-м диаметром 80 метров. Знаете, для чего? Прогрессивный мир. Они отправили зеркало для того, чтобы солнечный свет направить к Земле. Видите, какие, да, умные? За последние пару лет в Китай и Америку тоже отправили. И ничего не получилось. Отсталые! Бог уже шесть тысяч лет назад решил этот вопрос. Прочитайте об этом. Бытие 1-16. И создал Бог два светила великие. Светила большее для управления днем, и светила меньшее для управления ночью. Бог создал Луну для того, чтобы свет солнечный достиг нас еще ночью. А человечество хочет что-то новое выдумать. Создали телескоп. Я почему говорю эти факты? Смотрите, насколько наш Бог реальный. Насколько Он впереди, чем вот они все, их программы, их системы. И что за каждым Его словом, если у человека будет мудрость, за каждым словом открываются тайны. Если, допустим, две тысячи лет назад знали бы, что Земля круглая, они бы по-другому вели бы себя. По-другому думали бы. Создали телескоп. Чтобы понять, звезды отличаются друг от друга или нет. Знаете, что написано в Библии? В первоконечном 1541. Иная слава Солнца, иная слава Луны. Иная звезда, и звезда от звезды разнится в славе. Давно уже Бог написал об этом, что они отличаются. В 1609 году Галилей и Галилей создал первый телескоп. Знаете, до этого люди думали, вот современные люди, прогрессивные люди, думали, что они знают все звезды. Они знают все звезды. Потому что то, что видели своими глазами, посчитали и думали, что вот, ну и все, больше нету. То 1609 года. Прочитать? С какого времени Бог сказал, что звезд так много, что вы не сможете сочетать? Еремий 33, 22. Как неисчислимое небесное войнство, и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего. Бог говорит, что невозможно сосчитать небесное войство, и неизмерим песок. То же самое говорит, что то же самое говорит автор послания евреям, то же самое написано в Бытие 15 глава, когда Бог говорит Аврааму, что выйди, посчитай. Сможешь посчитать звезды небесные? 3000 лет назад. 3800 лет назад Бог уже сказал, что звезды не сможешь сосчитать. Отсталые. Читайте. Читайте. Много нового узнаете. Они в 1609 году только поняли, что звезды нельзя сосчитать. Их так много. И то они не сами узнали, а телескоп выдумали. Знаете, только недавно открыли круговорот воды в природе. Допустим, вода превратилась в пар, поднялась наверх, превратилась в облако. Допустим, в виде дождя пришло на землю. И вот так вот. Ну, воды есть в круговорот. И только недавно это открыли. Великое откровение сделали прям. Наш современный модный мир. Отсталые. Библия 3000 лет назад уже сказала об этом. Иклисиаст 1.7 Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Здесь же ясно написано. Бог давно это сказал уже, что реки возвращаются к тому месту, откуда и текут. То есть, круговорот воды давно уже записан в Библии. Читаете что, трудно что ли? Всего одна книга, 1400 страниц. На 1400 лет ума хватит вам. Смотрите. Недавно ученые, изучая дельту рек, знаете, к какому выводу пришли? что рекам всего 5000 лет. В 20 веке в последнем. Что рекам 5000 лет. Отсталые. Бог конкретно даже отметил день этот. Если вы будете считать, то вы поймете, когда были созданы реки. Вы даже по дням можете считать, когда родился Адам, когда был создан Адам, когда Ной умер, сколько лет ему было. Ты узнаешь конкретный день, когда были рождены реки. Прочитайте просто. Прочитайте. Хотите услышать? Птия 7.11. В мире не было рек, пар поднимался с земли, не было воды, текущей воды. Были моря, но рек не было. Читаю вам дальше. Птия 7.11. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день развесились все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились. То есть в этот день родились реки. То есть земля разверзлась и вышли реки. Смотрите, насколько подробно Бог описал все это. Читаете, что ли? Учитесь. Что мы, с собой заберем это, что ли? Читаете, немного образованными станете, чтобы не быть такими осталыми. Знаете, есть такой элемент кремний. Это элемент из таблицы Менделеева. Кремний называется. По-моему, он и есть в таблице Менделеева. Не такой уж химик. Но изучая кремний, люди только поняли, что земле не может быть больше 8 тысяч лет. А изучая никель, ну, кремний и никель через реки текут в море. И изучая их, поняли, что из-за кремния, что земля может быть максимум 8 тысяч лет, а изучая никель, поняли, что максимум 9 тысяч лет. Отсталые, читайте Библию. Земле всего 6 тысяч лет. Давно сказано это. Почему вы должны изучать весь никель и кремний в мире? Сложно, что ли, просто поверить тому, что написал Бог? В своем слове. Земле миллион лет. 10 миллионов лет. Знаете, я из управления по сохранению исторических ценностей. Я до сих пор их нештатный работник, если меня, конечно, не убрали оттуда. В раскопках тоже участвовал. Пусть эти все ученые, миллионники, покажут мне хотя бы один город, которому 10 тысяч лет. Самому древнему городу 5 тысяч лет. Откуда они выдумали этот миллион, я не знаю. Если бы земля была миллион лет, знаешь, что было бы? Каждый год много тонн космической пыли оседает на нашу Землю. Она называется космическая пыль. Каждый год тонны этой космической пыли оседают на Землю. Если бы земле было миллион лет, мы бы с тобой ходили в глубине 10-15 метров пыли. Если бы вот эта пыль осела на Землю за миллион лет. Это та же самая проблема была, когда астронавты готовились к тому, чтобы полететь на Луну. Они думали, что там будет метровый слой Луны. Ой, метровый слой пыли отсталой. Читайте, в Библии написано, что Земле 6 тысяч лет. Земля разрушается, возлюбленные. Земля подвергается эрозии. Если бы Земле было миллион лет, знаешь, что было бы? Это посвящается всем химикам и физикам. Они прекрасно это понимают. Если бы Земле было миллион лет, знаешь, что было бы? Сейчас бы уровень суши был бы равен уровню моря. Не было бы даже бугра какого-то, не то чтобы горы. Он потихоньку подвергается эрозии, и у нас за миллион лет была бы одна равнина плоскогория. Армянское плоскогорие было бы. Мы на Арарат смотрели бы по картинам. Поле было бы на уровне моря просто. Было бы поле на уровне моря, и все. Но сейчас вы уже видите, сколько гор у нас. Во время ковида думали, вот знаете, выдумывать такие новые системы, программы. Без вакцины не позволяли, чтобы ты работал, чтобы ничего не покупал, там в другую страну ездил, летел. Отсталый. Бог уже давно предупредил об этом в своем слове. А вы только думайте об этом. Откровение 13-16. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Ковид был генеральной репетицией всего этого. У них получилось. Они смогли закрыть всех по домам и заставить делать так, как они хотят. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имел начертание зверя. Это все. Вы знаете, эта книга, это не книга вранья какого-то лжи. Это не просто художественная литература. Это не написано просто для того, чтобы, знаете, изучать очередную философию. Это не Антигон, там, Софоклес, чтобы мы читали что-то новое, поняли. Классное было представление. Нет, эта книга реальная. Знаете, эту книгу не писал какой-то очередной писатель в пьяных фантазиях. Это дело рук Господних. Здесь написано все. Здесь написано для моей жизни и для твоей жизни все. Для отсталых, которые по ту сторону экрана тоже. Просто нужно читать. Вот когда они читают и когда говорят, что вы отсталые, вы читаете книгу, которая 2000 лет. А что нам делать? Это единственная вещь, которая не изменилась за 2000 лет. Каждое ваше слово меняется. Каждый поступок их меняется. Их мода каждый день меняется. Цвет меняется. Красный цвет сегодня в моде. Здрасте, приехали. Давайте я сам решу, что мне идет больше. Диктуйте мне цвет. Но людей обманывают, превратили людей в модников. Мне не идет красный цвет. Почему я должен одеваться красный цвет? Потому что мода такая, красный цвет. Для чего? Чтобы управлять тебя легче. Чтобы тебя как робота вели. А ты, чтобы ты тоже показал. Я модный. Я современный. Я одел сапоги длинные. Потому что сапоги длинные мода. Ничего, что жарко. Сейчас в моде длинные сапоги. Ну и если нет ума, то жарься. Если у тебя нет ума, то жарься. Понимаете, да? Своей псевдо-модой вводят людей в тупик. Вот так, вот так, вот так. Неизменная мода. Тысячи лет назад было одно и то же, и две тысячи лет назад было одно и то же, и четыре тоже та же сам. Если ты согрешишь, пойдешь в ад. Будешь жить свято, пойдешь к Иисусу. Ничего не поменялось здесь. Эта книга говорит одно и то же. Одно и то же говорится. В то же самое время открывается тайна всего. Всему тайна открывается. Я записал столько всего. Не хочу читать большинство из этого, потому что весь день останемся здесь. Вот настолько Библия реальная. Вот настолько Библия реальная, она впереди любой современной прогрессивной страны человека, любого сословия, любого круга людей. Кто бы ни был, он будет отстал. И знаешь почему? Потому что идет за ней. Перед этим ничего не было. Мы с тобой в этом, потому что мы, поэтому мы современные, модные. Мы современные. Слава Господу. Римлянам 1.20. Начну читать с этого. Смотрите, как интересно Бог открывает. То есть Господь хочет дать нам понять. Это все, я не просто так создал. Если бы это место нужно было описывать одной фразой, если бы я описывал одной фразой, ну, допустим, надо было придумать название, значит, как я придумал бы? Я бы сказал, ты что, слепой, что ли? Ну, или если нам часто говорят, что я говорю слишком по-домашнему, ты что, плохо видишь, что ли? Ты же не плохо видишь. Смотрите, что здесь написано. Смотрите. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. Здесь говорится, что отсталые, у вас нет оправдания. Достаточно смотреть на то, что было создано через создание этого достаточно, чтобы вы поняли, что невидимое его, вечная сила его и божество. Бог говорит, что достаточно, вот через только создание этого достаточно, чтобы вы смотрели на природу, на деревья. Смотришь, здесь дерево какое-то из какой-то сухой ветки, бах, и яблоко прошло. Как это происходит? Ну, это из-за большого взрыва. Из-за этого взрыва родилось непонятно что. Потом появилась инфузория туфелька, она превратилась в обезьяну, потом обезьяна в человека. Это у них в голове какой-то большой взрыв. Там уже полностью взорвалось все. Они же сами не понимают, что несут. Здесь все так ясно написано, что достаточно того, чтобы смотреть на этот мир, просто смотреть, уже достаточно, чтобы ты понял, что я всемогущий Бог создал его. Слава Богу. Недавно у нас есть один брат, который покаялся недавно, он очень активный такой, прям вот очень активный. Он чего-то тоже кое-что достиг уже. Он такое, много что видел и так далее, там подобное. Он покаялся, сильно изменился. Мы недавно разговаривали с ним, знаете, что он сказал? Он говорит, знаешь, что я сейчас делаю? Я говорю, что? Он говорит, я изучаю галактику. Я говорю, а почему? Он говорит, вот чем больше я изучаю, я понимаю, насколько велик наш бог. Человек понял. Вы представляете, да? Просто, чтобы ты представил, вот представил галактику, вот в галактике есть планеты, вот если, допустим, эта планета размером с эту землю, а по сравнению с ней наша земля маленький шарик. Ты понял разницу, какая величина? Ты просто представляешь, какая великая планета? Ну, допустим, для примера, что, допустим, несколько миллиардов наших, ну, как наша земля, наших планет поместится туда. Но они очень великие. И этот человек, изучая галактику, больше понимает, насколько велик наш бог. Ясно написано? Просто смотри по сторонам. Просто у вас уже не будет повода для оправдания. Достаточно просто смотреть на эту землю, достаточно смотреть по сторонам просто, достаточно просто в зеркале смотреть на свой глаз. Не могло просто что-то взорваться и произойти твой глаз. Просто посмотри на свой глаз, как он создан, как он работает, как он действует вообще. Этого достаточно, чтобы ты сказал, что это было создано. Слава тебе, Господи. Он говорит, что я так сделал. Бог говорит, что он так велико создал этот мир, чтобы у людей не осталось никакого оправдания. Бог говорит, что я все создал, чтобы вы никак не могли оправдаться. Но трагедия начинается с первого стиха, и это посвящается всем отсталым. Но как они, познав Бога, не пославили Его, как Бога? И не возблагодарили, но осъютились в умсовываниях своих. И омрачилось несмисленное сердце их. Смотрите. Здесь говорится, что все это видя, понимая, не воздали мне славы. Когда вы не даете славу Богу, то дьявол приходит и говорит, что пришло мое время. Я сделаю тебе так, что ты прославишь меня. А 22 стих посвящается всем отсталым людям. Называя себя мудрыми, обезумели. Отсталые, современные модники. То, что думают, что самую модную одежду современности должны носить, чтобы всем казаться модными. Что должны сделать самую современную мерзкую мерзость, для того, чтобы думали, что он продвинутый. Называя себя мудрыми, обезумели. Вот здесь уместно будет сказать отсталые. Вот здесь уже написано. Здесь есть ответы на все вопросы. На все вопросы. На все вопросы твоей жизни есть ответы здесь. Нет такого вопроса в нашей жизни, чтобы здесь не было ответа. Я иногда такие меткие ответы получаю. Думаю, как так? Как так? Почему? Я столько раз читал это. Как может быть написано вот такое, и я не замечал это? Такой ответ, потому что это Слово Божие. Это Слово Божие, возлюбленные. Это не мудрость человека какого-то. Это не просто мысли, умозакучение человека. Все, что придумали учения какие-то, это придумали люди. Кто-то записал это. Ну или отсюда взял, скопировал, немножко ставил свое и создал свое учение. Каждый человек. Вы заметили? Если отсюда что-то меняется, то превращается в мерзость какую-то. Там псевдосвидетели что-то поменяли, пару слов уже невозможно читать. Уже мудрости Божьей нету там. Вместо этого они, читая это, становятся безумными, они умудреют. Потому что это уже не Слово Божие. Но для нас это Слово Божие, возлюбленное. Здесь есть ответы на все вопросы. Наш современный человеческий, ну как бы, думает, что они умные, мудрые, все понимают. Представляете, да? Мы живем в 21 веке. Живем в 21 веке. И человечество, знаете, на какой вопрос не может придумать ответ? В 21 веке современное человечество не может ответить на вопрос, на такой вопрос, что было вначале, курица или яйцо? Представляете, да, до чего дошли? Не могут ответить на этот вопрос. Простой, ясный вопрос. Он тоже записан здесь. Здесь тоже записано это. Хочу это место тоже прочитать. «Бтия 1.11» «И сказал Бог, Тепр разносит земля зеленую траву, сеющую семью, дерево половитое, приносящее породу своему плод, в которое семя его на земле». И стало так. Бог говорит, что сначала дерево дает плод, это казаться всех умных, чтобы в этом плоде было семя, чтобы эта семя упала в землю, и из этого семени выросло новое дерево. Плод – это последствия возлюбленные. Сейчас пойдем к курице и яйцу. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал курицу, которая несет яйца, а не яйцо, из которого происходит курица. Здесь ясно написано. В этой книге, хочу просто показать вам, в этой книге это на первой странице написано. Можно хотя бы первую страницу прочитать? Просто прочитайте 16-17 стихи, 21 стих прочитайте, недалеко надо. Просто первую страницу прочитайте, слава Господу. Просто на первой странице написано это, а люди 6 тысяч лет не могут ответить на этот вопрос. Написано на первой странице, понимаете, да? Просто открывайте хотя бы первую страницу. После всего этого они считают нас отсталыми? Прошу, статануги. Возлюбленный. Есть много слов, на самом деле, умных здесь написанных, которые ни я не пойму, ни вы не поймете. Это химики и физики. Это для них много доказательств, на самом деле. Содержание гелия, не знаю в чем, не знаю где. Так много всего, что изучая вот это, по-ученому, эти ученые могут доказать, что наша Земля молодая. Что этому всему 6 тысяч лет. Что у этого все есть Создатель. Это все мы давно знаем. Они только сейчас начинают понимать. Они хотят показать, что мы отсталые, да? На самом деле, они отсталые. Они просто ослеплены. Но это, говорю, не для того, чтобы ты везде был, ну, возгордился. Представляешь, ты там заходишь в ресторан и говоришь, здравствуйте, отсталые! Пришел ведущий модник! И Библию в руках у тебя. Нет, ну, конечно, если ты хочешь так евангелизировать, можешь, конечно, так начать. Но это не для гордости, я говорю это. Они отсталые, но их тоже можно привести в моду. Почему эти однополые дизайнеры должны диктовать моду, а народа Божия нет? Почему? Давай мы тоже будем диктовать нашу моду, наше нововведение. Давай мы тоже пойдем в мир и скажем, слушай, эй, отсталый! Все нововведения начинаются у Бога. Первым дизайнером одежды был Бог. Не веришь? Открывай и читай. Где? В Библии. Библию открывай, пару страниц почитаешь, этого достаточно, ты увидишь это. Не надо много, пару страниц почитай вначале, и ты поймешь это. Наш Бог. Что сказал Иисус? Он сказал, Я, есть начало, и Я конец. Все, кто посередине, они все отсталые, потому что в конце тоже Господь. Кто бы, где бы ни был, придут и пойдут. Господь, и там, и тут. Тебе некуда бежать. По обе стороны Господь. Но этот мир не хочет понимать этого. Потому ты сегодня дизайнер Божий на этой земле, который должен диктовать новую моду для этого мира. Ты должен понять кое-что, что рядом с тобой человек, будь он в одежде, хоть Анджелу Пипуччи, не знаю, там, Стефано Мортелуччи, я не знаю, еще Чичучий, Мучучий, я не знаю, там еще какой-то. Будь он одет в последнюю, там, золото, я не знаю, ехал бы на последней машине, он все равно отсталый, потому что у него нет Христа. Все. Другого нет варианта. Слава Господу. А ты? Только что закончил школу, закончил дизайнерскую школу, это называется библейская школа, закончил институт по последнему писку моды, ты должен небесный дизайн спустить на эту землю. Это ты говоришь, слушай, ну ты как-то так себе одет. Твоя одежда, ну, вроде с семенами какими-то, но грязная одежда. Самый лучший дизайн, знаешь, какой? Белые одежды. Стоят в чистых одеждах перед Господом. Нет лучшей одежды. Чисто, непорочно, красиво. Говоришь, знаешь что? Это последний писк моды, хочу вам познакомиться. Пойдем, оденешься по последнему писку моды, бесплатно. Куда? В субботу пойдем в церковь. Так тебя оденем, отправим, что даже слово излишне. Белый, чистый, красивый. Выйдешь по последней писку моды, знаешь, может он придет сюда, в церковь, и выйдет отсюда. Люди, конечно, могут не увидеть эту дизайнскую одежду, но все небеса будут восхищаться им. Скажу, такой модник ходит, такой модный, современный, чистый, белый, по последнему писку моды. Скажу по современному, чтобы не сказали, опять как ты не так разговариваешь. Ну и хорошо, что я так разговариваю. Я у нас дома, как хочу, так и говорю. Слава Господу. Слышу, да, такую историю, что вот один человек в тапочках пришел в церковь. Он пришел в тапочках в церковь, там один ему говорит, ну тебе не стыдно, как ты пришел в церковь? Он говорит, я пришел к своему отцу, как хочу, так и прихожу. Это дом нашего отца, и говори по-домашнему. Поэтому возлюбленный, просто призываю тебя. Не думай, что ты отсталый, не пытайся доказать этому миру, что ты похож на них. Смотри на себя, как на человека, который одет по последнему писку моды. На того, который диктует последнюю моду, иди к людям и учи их модой этой. Они думают, что если сократили отсюда, немного отсюда, одежда стала модной. Нет. Это вульгарно, это не модно. Мода знаете в чем? Когда ты чисто, бело, красиво, у тебя лицо светится, говоришь слова, люди успокаиваются. От этих слов жизнь меняется. Вот это модно. Вот эта мода уже 2000 лет неизменна. Иисус ввел эту моду. Это новый дизайн. Так и говори с людьми. Когда ты видишь человека, и он приходит и говорит, дружище, мы вот так вот сделали с ребятами, там так напились. Ты скажи, я отсталый. Ты на сколько уже отстал? И ты дикту ему новую моду. Будь свободен, радостный. Ты более известен, чем самый известный дизайнер в мире. Ты представляешь самого великого дизайнера. Потому, давайте пойдем в этот мир и научим их моде. Научим их нововведениям. Слава Господу. Слава Богу. И никогда, никогда не следись перед людьми, если они будут говорить, что ты отсталый, древний. Никогда не следняйся перед людьми, чтобы они узнали, что ты верующий. Аминь. Пусть Господь благословит тебя. Благословит тебя, Господь, возлюбленный. Мои современные родственники. Пусть Господь благословит вас. Пусть Божие благословение будет на каждого из вас. Идем диктовать моду. Но до того, как мы пойдем, хочу задать этим вопрос. Кто еще несовременный, немодный? То есть, кто сегодня в первый раз? Возлюбленный, если ты первый раз, прошу тебя, протяни свою руку, поприветствуем тебя. Пусть Господь благословит вас. Благословит вас. Если ты первый раз, сегодня твой день, чтобы ты пришел к Иисусу и сказал, я тоже хочу быть модником. Я хочу тоже жить с тобой. Я хочу тоже жить правильно. Я хочу оставить грехи. Все были уже здесь, не стесняйся. Если ты в первый раз, прошу тебя, пройди вперед, ты спусти сюда, я тоже спущусь, встретимся, совершим короткую молитву вместе. Благословит тебя, Господь. Давайте поаплодируем им. Благослови Господь всех вас. Благослови Господь. Благослови вас Господь. Благослови Бог. Будьте благословены. Благослови Господь. Благослови Господь. Добро пожаловать. Мы подождем, пока все спустятся Пусть Господь благословит обильно Благословит вас Господь Слава Богу Мы еще подождем Проходите все, мы ждем всех Если в первый день сегодня твой день Если ты никогда не был в такой церкви То пришло время, чтобы мы вместе помолились Пусть Господь благословит вас Благословит вас Господь Будьте благословены Слава Богу, возлюбленные Знаете, почему я позвал вас сюда? Я хочу, чтобы мы вместе совершили одну молитву Еще люди приходят, да? Подождем, подождем, спускайтесь Вместе помолимся Слава Господу за вас Слава Богу Пусть Господь благословит тебя Ты даже не представляешь Как хорошо, что ты сегодня здесь Ты не думаешь, что там по сторонам смотрят, думают Все были здесь однажды И все рады, что ты сегодня здесь Потому что Господь хочет, чтобы каждый Из нас знал его Не просто через кого-то одного Ну, кого-то услышал, кто-то рассказал Нет, Господь, это не мой Бог Господь твой Бог Именно для тебя Для меня Он мой Бог Богу не нужны посредники Иисус сказал, что войдешь в свою комнату Закрошу свою дверь Помолишься Пусть Господь благословит вас Благословит вас Какой священник поможет тебе Нет, Иисус именно из-за тебя был распят Именно для тебя Не для его соседа, а для тебя Из-за твоих грехов Он пошел в ад Оставил там грехи И воскрес Из-за твоих грехов Он взял их на себя, в свои руки Он был распят Потом спустился в ад Наши грехи Для меня мои грехи Для тебя твои грехи Он спустил в ад Оставил в аду И все Чистый И бог не смог О, и ад не смог удержать его Потому что у него не было греха Так что сегодня день Чтоб ты сегодня сказал Иисус, я даю тебе свою жизнь Ты отдал свою жизнь для меня Я хочу отдать тебе свою жизнь Мы поменяемся местами Ты сделал первый шаг Теперь моя очередь Если ты готов совершить эту молитву Это короткая молитва Давай совершим эту молитву Если вы готовы Я попрошу закрыть глаза И повторить за мной Те, кто смотрит в интернете Тоже повторить за нами Если вы в первый раз Скажи, Отец Небесный Я прихожу к тебе Во имя Иисуса Христа Дорогой Иисус Я прошу прощения За все грехи, которые я совершил И отрекаюсь от них Я верю Что ты был распят Умер И воскрес на третий день Чтобы избавить меня от моих грехов С сегодняшнего дня Я отдаю тебе свою жизнь Ты мой Господь И мой Бог Приди Царствуй моей жизни И крести меня Своим Святым Духом Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Аминь Слава Господу, возлюбленные Благослови вас Господь Пусть Господь благословит вас Слов Божий говорит, что если кто-то совершает эту молитву с верой То на небесах ангелы танцуют от радости Знаешь почему? Потому что они лучше нас с тобой понимают Что ты сделаешь Ты только что перед всем небесным миром сказал Дьявол и бесы Мне больше нет части с вами Я тебе принадлежу Иисусу И ты только что сказал, что я свою жизнь отдаю Иисусу Это называется молитва спасения И слово говорит, что если ты совершаешь эту молитву То имя твое записывай в книгу жизни Не потому что ты хороший или я хороший Нет, он хороший Ты только что сказал, что я Перехожу на сторону добра И он сказал, что если ты переходишь на сторону добра То все, ты мой Твое имя записано в книге жизни Только одно Иисусу однажды привели Одну блудную женщину Чтобы побить ее камнями Привели ее Она была По слову Божьему достойна того Чтобы ее побили камнями Чтобы ее убили Слово Божье говорит, что если вы поймете кого-то в преоблюдении Побить ее камнями И ее привели к Иисусу Помните, да, эту историю Иисус сказал, что Кто без греха, пусть первый бросит камень И все оставили и ушли Просто осталось, чтобы Иисус бросил камень Потому что по его слову Единственное, безгрешно было он Пришло время, когда Иисус должен был бросить в нее камень Потому что не было другого варианта Он сам сказал это слово Он сказал, кто первый Кто без греха, пусть первый бросит камень И все смотрят Все священники ушли То есть все поняли Что они не без греха Их грехи их обличили И они ушли И сейчас стоит там Иисус И камень лежит На земле Которую они бросили Это нормально было бы Если бы Иисус показал, что он безгрешный И он бросил в нее камень И показал, что он без греха Но знаешь, что сделал Иисус? Он подошел к ней и сказал Где обвинители твоей женщины? Она сказала, нет их Он сказал, я тебя тоже не обвиняю Иди и впредь не греши Не имеет значения, кто ты И как ты пришел сюда Иисус говорит только одну вещь Я тебя больше не обвиняю Иди И впредь не греши Единственная вещь, которую хочет Господь Чтобы мы жили святой жизнью Чтобы мы шли и больше не грешили Пусть Господь будет советить тебя Я поздравляю Что ты сегодня пришел к нам Это называется молитва спасения Которую ты исполнил Я поздравляю Это твое День твоего рождения свыше Но Иди и больше не греши То, что хочет Бог от тебя Ты можешь приходить сюда Каждую невелю Каждую субботу наши двери открыты для тебя Каждую среду Но иди и впредь больше не греши Это очень важно для каждого из нас С Богом нельзя играть кошки-мышки Или верим в Него Или лучше бы мы оставались в мире Не знали бы Его и не чувствовали бы Его Но если ты познал Его То иди и просто не греши больше У нас есть один подарок Который хотим подарить вам И там наверху мы познакомимся с вами У нашего брата и сестры есть книги Но от того, как мы пригласим вас подняться наверх Хочу, чтобы мы помолились за вас Если можно, конечно Я прошу, чтобы зал протянул руки И мы помолимся за вас Благодарим вас, вашей жизни Можно, да? Зал, пожалуйста, протяните свои руки Помолимся Отец Небесный Мы приводим к тебе наших братьев и сестер Мы просим, чтобы твои благословения Твое присутствие, твоя сила была в их жизни Во имя Иисуса Христа Пусть будет разрушено то, что дьявол хочет привести в их жизнь Мы разрушаем все, что было Какие-то колдовства, проклятия какие-то были Во имя Иисуса Христа Мы разрушаем из ваших жизней Всякое проклятие Чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа Его сила, Его знамения Мы приглашаем Его водительство в вашей жизни В ваших семьях, в ваших домах И приглашаем исцеление, благословение Присутствие Божие Божие особое помазание на каждого из вас Во имя Иисуса Христа Благодарим вас И вручаем в руки того Господа Которого вы уверовали Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь, аминь Да благословит вас Господь, возлюбленные Сейчас я попрошу, чтобы вы В присутствии Во время наших аплодисментов Чтобы вы получили свои подарки И поднялись Мы еще поднимемся, познакомимся Пообщаемся, помолимся за вас Можете подниматься Пусть Господь благословит вас Благословит тебя Господь Слава Господу Вы герои сегодняшнего дня Пусть Господь благословит вас Слава Господу Слава, слава, слава Богу Слава всемогущему Богу Возлюбленный, протяни свои руки И получи свое благословение Благодаря Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Обца И общение Святого Духа Его присутствие Радость Водительство Исцеление Спокойство Мир Чудеса Пусть будет с каждым из вас Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь